МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. В окружной администрации прошел круглый стол по инвестиционной привлекательности. Депутат окружного собрания Наталья Кордакова представила проект изменений федерального законодательства по вопросу снижения страховых взносов для предпринимателей, действующих в районах Крайнего Севера. Также с докладом о проблемах, выявленных по результатам встреч с предпринимательским сообществом, выступила заместитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики Ненинского округа Татьяна Лагвиненко. Так, например, предприниматели предлагают рассмотреть возможность снижения патента на иностранную рабочую силу до уровня Москвы, стоимость которого составляет 5000 рублей. В настоящее время на территории округа стоимость патента превышает 8000 рублей, сообщила Татьяна Лагвиненко. Еще одно из предложений, поступивших от предпринимателей, рассмотреть возможность предоставления беспроцентного займа на строительство объектов торговли для предпринимателей, имеющих торговые сети на территории региона, либо возмещения части затрат, направленных на инвестиции в объекты. Среди причин, формирующих высокие затраты и удорожание продукции, предприниматели называют высокую стоимость услуг, предоставляемых Нарьинмарским объединенным авиаотрядом. Руководитель окружного профильного ведомства предложила представителям законодательной и исполнительной власти органам местного самоуправления по направлениям соответствующих полномочий рассмотреть озвученные предложения провести работу по реализации указанных мер поддержки для создания привлекательных условий развития бизнеса на территории округа. В региональном департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта прошла встреча заместителя губернатора Александра Лидера с активом Общественной палаты Ненинского округа и Молодежной администрации региона. Речь шла о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Ненинском округе» и участие представителей общественности в этом процессе. Как отметил Александр Лидер, Ненинский округ ввелся в национальный проект в 2019 году. И на период до 2024 года перед округом стоят серьезные задачи по реконструкции дорожной сети региона. В этой работе, по словам вице-губернатора, особое значение играет общественный контроль. Формируется принципиально новое уровень ответственности за судьбу своего города, своего опыта. Поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы познакомиться, определить наш формат взаимодействия. Мне кажется, что ваше мнение для нас будет действительно важным. На встрече активисты общественной палаты выступили с предложением внести изменения в проект реконструкции улицы авиаторов. Речь шла о создании автобусной остановки напротив лабораторного комплекса Ненинской окружной больницы, которая в настоящее время не предусмотрена в муниципальном маршруте. Александр Лидер отметил, что это предложение будет проработано. Необходимо проанализировать возможность внесения таких изменений на данной стадии. Еще одно предложение члены общественной палаты передали уже от жителей национального поселка Красное. Там из-за отсутствия небольшого участка дороги не могут быть организованы автобусные маршруты. По словам Александра Лидера, этот участок дороги в поселке Красное уже вошел в национальный проект на 2019 год. На сегодня определен подрядчик. У нас состоялся предметный разговор по вопросам, которые действительно волнуют жителей Ненинского округа. Мы, как общественная палата, смогли высказать конкретные предложения и пожелания по вопросам дорожного строительства в регионе, по вопросам благоустройства территории, по реализации проектов в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Ненинском округе». Хочу отметить, что сотрудничество общественной палаты и профильного департамента будет продолжено, так как общественный контроль – это важная часть национального проекта. В целом, по итогам встречи, представители общественных организаций и вице-губернатор НАО выразили намерение продолжить сотрудничество в рамках реализации национальных проектов. Не только в рамках рейдов, но и на стадии обсуждения проектов. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». С 1 июня на всех судоходных водоемах реки Печор открывается навигация. В связи с этим инспекторы ГИМС призывают судоводителей быть внимательными во время движения по реке и соблюдать правила пользования маломерными судами. Прежде чем отправиться в плавание, необходимо подготовить маломерное судно. Это касается не только его технической исправности, но и комплектации согласно судового билета. Это и весла, богор, аптечка, рекомендуется также кошма, линь спасательная обязательно, и жилеты по количеству пассажиров на судне. В настоящее время опасность для судоводителей представляют деревья, кусты и различный мусор, который вынесло с берегов во время прохождения ледохода и повышения уровня воды в реке. В связи с этим инспекторы Центра ГИМС призывают судоводителей быть предельно внимательными, чтобы избежать наезда на препятствия. Также Центр ГИМС доводит до граждан, что с 27 июня 2019 года начинается аттестация судоводителей на право управления маломерным судном. И далее второй и последний четверг каждого месяца. Подробнее прохождение аттестации можно узнать по телефону 40223. Добавлю, что управление маломерным судном в непрошедшем техосмотр влечет за собой административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. За управление судном без удостоверения размер штрафа составит от 1000 до 2000 рублей. От 2 до 3000 рублей предусмотрен штраф за несоответствие нормам комплектации судна. На Лейнмаре проходят субботники по уборке мусора и благоустройству. Руководителям организации, независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также горожанам необходимо до 15 июня привести в порядок отведенные земельные участки и не менее 5-метровую зону прилегающей территории. Одним из первых к акции подключились средние профессиональные учебные заведения. Накануне студенты социально-гуманитарного колледжа вышли на уборку двора и прилегающие к учебному заведению территории. Весенняя уборка территории для студентов на Лейнмарского социально-гуманитарного колледжа уже традиция. Более того, порядок ребята наводят несколько раз в году. По необходимости еще и осенью. Инвентарем, перчатками и пакетами их обеспечивает администрация учебного заведения. Хорошее настроение студенты приносят с собой. На уборке мы участвуем ежегодно. Нас назначает администрация педколледжа по группам. Мы убираемся вокруг общежития, убираем сухую траву, мусор. Ну, уже, конечно, почему тяжело? Мы же сами мусорим. Это же у нас мусор летает с вами час-полтора. Ну, не трудно убирать. Студенты и преподаватели ежегодно организуют и проводят субботники. Территория около учреждения и общежития большая, поэтому дни уборки распределены по всем курсам. Сегодня, например, благоустройством территории занимаются студенты, проживающие в общежитии. Студенты у нас выходят два раза в год. Бывает и по осени, если очень грязно, но и традиционно всегда мы убираем весной. Это обязательно. Они беспределительны, они знают об этом, что нужно убирать территорию. Поэтому мы группами выходим, здесь убираем. Сначала кто свободен, конечно. Вывоз и размещение собранного мусора организуют муниципальные учреждения «Чистый город». Чёрные мешки студенты складируют рядом с дорогой. По обращению в диспетчерскую службу «Чистого города» их должны вывезти. Планируется, что благоустройство на территории учебного заведения продолжится ещё и в июне. В зависимости от погодных условий, вот тут у нас было запланировано, конечно, раньше, но были дожди, мы перенесли. Мы убираем территорию колледжа и общежития. Сейчас как раз ребята из общежития убирают территорию вокруг их здания. А завтра и послезавтра выходят те, кто ещё не убирал территорию вокруг колледжа. У нас есть схема. Мы каждый год распределяем участки, когда они повторяются, когда разные. И ребята с классными руководителями выходят на уборку территории, убирают мусор, убирают сухие деревья. Мы носим мешки на дорогу. Генеральная уборка может продлиться до июля 2019 года. Напомню, согласно постановлению мэрии о проведении мероприятий по санитарной уборке города, привести в порядок свои участки и прилегающую территорию горожанам надо до 15 июня. А до 22 июня провести работы по внешнему благоустройству жилых культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений малых архитектурных форм. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». 10 июня в Нарьинмаре пройдут общественные слушания по продаже алкоголя в торговой сети региона. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов и экологии АПК Ненецкого округа, на общественные слушания приглашаются организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют продажу алкоголя в регионе. С ними планируется обсудить правоприменительную практику в сфере регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории округа. Сами представители Департамента планируют во время проведения общественного обсуждения рассмотреть вопросы о типовых и массовых нарушениях, обязательных требований законодательства, а также новые обязательные требования, содержащиеся в нормативно-правовых актах. Общественные слушания будут проходить 10 июня с 14.00 до 16.00 по адресу улица Ненецкая, дом 3. На территории Ненецкого округа завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Оно было направлено на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность и проникновение в подростковую среду экстремистской идеологии. Вместе с полицейскими в мероприятии приняли участие представители субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе мероприятия проверено 99 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах управления, и 32 семьи, находящихся в социально опасном положении, а также проверено 340 мест концентрации молодежи. Также в рамках разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений проведено 60 выступлений на классных часах и 127 профилактических бесед по формированию негативного отношения подростков к противоправному поведению, а также об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях. По результатам проведенных мероприятий выявлено 9 административных правонарушений по линии несовершеннолетних, выявлено и поставлено на профилактический учет три группы несовершеннолетних в антиобщественной направленности. Сегодня в Наринмаре завершился третий семестр просветительского проекта «Институт прикладного права». Почти два месяца слушатели курса знакомились с правовыми способами решения жизненных проблем. В программе для слушателей были предусмотрены не только теоретические знания, но и практические для закрепления полученных знаний. Дмитрий Хатанзейский, учащийся социально-гуманитарного колледжа, пришел в Арктическую школу права, чтобы подковать себя правовыми знаниями. Юноша даже в колледже выбрал клуб по данной тематике. Я прослушал третий курс, для меня это первый. Я узнал много нового из области права. И было очень интересно. Я даже не жалею, что восходил. Арктическая школа права – это 36 часов обучения. За это время ребята побывали в прокуратуре, также посетили музей. Познакомились с антикоррупционным, трудовым, жилищным, законодательствами и другими темами. Сегодня мы подводим промежуточные этапы, говорим об окончании третьего семестра Института прикладного права. Такая форма взаимодействия органов прокуратуры с молодежью, она во многом отвечает требованиям и указаниям Генеральной прокуратуры о правовом просвещении. По словам уполномоченного по правам человека в Нинецком округе Ларисы Сверидовой, правовое просвещение для молодежи необходимо. Сегодня мы часть огромного просвещительского проекта, который курирует федеральный уполномоченный Татьяна Николаевна Воскреслава. И мы вошли в школу правозащитников молодых. Поэтому на сегодняшний момент мы видим наших школьников и студентов Арктической школы права, слушателей Общественного института прикладного права, именно как трансляторов права, правовых мыслей, правового просвещения и, самое главное, законных способов решения жизненных проблем. Они уже становятся правозащитниками. И, конечно, будущее проекта ориентировано на то, чтобы не просто пришли ребята сюда, послушали молодые люди, а чтобы они стали теми людьми в гражданской позиции, которые смогли не только бы себя защитить, но и свои семьи, своих близких и знакомых. Участникам Арктической школы права выдали сертификаты о прохождении курса лекций. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Компания по трудоустройству подростков в Нининском округе набирает обороты. Так уже поступило и обработано порядка 1400 заявок от несовершеннолетних школьников, желающих провести лето с пользой, а заодно и заработать на карманные расходы. Сейчас потенциальные работники заключают срочные трудовые договоры и проходят обязательные медицинские осмотры. 14-летний Александр пришел сегодня в Центр занятости вместе с братом. Школьник планирует подзаработать на карманные расходы. Улицы чище делать, там мусор собирать. Родственники подростка поддерживают, ведь любой труд на пользу особенно оплачиваемый. Хотел устроить брата на работу, чтобы знал, чтобы горы чище сделать, чтобы понимал, чтобы в мошки нельзя кидать везде. Евгений – студент в Центр занятости, пришел тоже в поисках работы на время каникул. Парень открыт для любых предложений, но, конечно, предпочтительнее найти что-то по профилю – программирование или IT-технологии. Чтобы чем-то быть занятым летом, я считаю, что порядка 20 тысяч, я думаю, это нормально, в принципе, для студента. Ну, потому что я сейчас обучаюсь в университете, и я приехал сюда на лето поработать. Ну, и если это будет как-то связано с моим профилем, то, я думаю, это будет наиболее хороший вариант. Среди организаций работодателей в этом году лидируют индивидуальные предприниматели. По условиям контракта, те организации, которые трудоустраивают 10 и более подростков, получают от Центра занятости авансирования в размере 95%. Остальным же компенсируются расходы по факту. Организаций, которые предоставят вакансии в этом году достаточно много, это организации различных форм собственности и предпринимателей, и так далее. Но сейчас, на данный момент, пока лидируют индивидуальные предприниматели, которые берут все максимальное количество подростков. Есть организации, которые на весь летний период берут и по 90 человек, и по 100 человек. То есть они порционно, ежемесячно берут по 30-40 человек. То есть, в принципе, организаций достаточно много, как в городе Наринмар, так и в поселке Искателей, и в Заполярном районе. Центр занятости населения предлагает субъектам малого и среднего предпринимательства сотрудничество при трудоустройстве подростков в период летних каникул. Работодатель может заключить трудовой договор с подростком на срок не более одного месяца. Работодателям возместят понесенные расходы в размере 0,7 ставки на заработную плату сотрудника, неиспользованный отпуск при увольнении, а также страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе обсудили реализацию мероприятий в рамках Международного года языков коренных народов. Рабочую группу в регионе возглавила заместитель губернатора Валентина Сганич. В ходе совещания стороны обсудили план мероприятий, разработанный в начале текущего года. В частности, специалистами библиотек и образовательных учреждений региона составляются списки и предложения по переизданию и печати учебников и словарей на родном языке, а также выпуску методических рекомендаций к уже существующим учебникам. Для школьников, педагогов и студентов в профучреждении проводятся обучающие семинары, тематические уроки и другие мероприятия. Кроме того, в округе реализуются три проекта по развитию русского, аварского и комиязыка при грантовой поддержке администрации округа, а также по поручению главы региона объявлен конкурс среди талантливых детей из числа коренных малочисленных народов Севера. По итогам совещания Валентина Сганич отметила, что необходимо детально проработать и максимально дополнить существующий план мероприятий с событиями, которые могут дать импульс к развитию коренных языков в регионе. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды.